Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 16 главы книги Деяний Святых Апостолов. В первых трех стихах этой главы рассказывается о том, как в начале своего второго миссионерского путешествия апостол Павел посещает ликоонские города Дервию и Листру. Это были именно те города, в которых он основал христианские общины во время своего первого миссионерского путешествия. Здесь упоминается об одном из учеников апостола Павла, которого звали Тимофей. Это очень известная личность, поскольку святой апостол Павел написал аж целых два послания к Тимофею. которые также вошли в канун Священного Писания Нового Завета. Об этом Тимофее рассказывается, что апостол Павел ради иудеев совершил одним обряд обрезания. А сам же Тимофей происходил из смешанной семьи. Отец его был Эллен, то есть грек, а его мать была уверовавшая иудеинка, то есть иудеинка, которая приняла христианство. Так вот, об этом апостоле Тимофее мы можем подчеркнуть дополнительные биографические данные из второго послания апостола Павла к Тимофею, где мы узнаем имя не только матери Тимофея, который звали Эвника, но и даже имя бабушки Тимофея, которого звали Лоида. Имя отца этого апостола до нас, к сожалению, не дошло. Так вот, этот поступок у апостола Павла, а именно обрезание Тимофея, нуждается в особом объяснении. Мы помним, что на апостольском соборе было постановлено не возлагать бремени, особого бремени на бывших язычников, то есть исполнение ветхозаветного закона во всех, скажем так, его бытовых и прочих деталях для бывших язычников не нужно и не обязательно, и не служит им ко спасению. Были оговорены только отдельные моменты, которые, составляя самое важное в ветхозаветном законе, и то, что может быть применено в современных условиях, нужно воздержаться от миллионного рода вещей, и даже из таких обрядовых, пищевых запретов был оставлен только запрет на вкушение крови. Само собой подразумевалось, что и обрезание, обряд обрезания, уже теряет свой смысл и свою силу, и совсем не нужен для спасения. Почему же, тем не менее, апостол Павел обрезывает Тимофея, как бы, получается, действуя, но в определенной степени не в логике постановления апостольского собора. И это очень важный поступок апостола Павла, который на самом деле показывает его пастырский подход к тем людям, которым он проповедует. Мы помним из прошлых эпизодов, что проповедь, как правило, начиналась где? В синагогах. Апостолы, когда приходили в тот или иной город, начинали проповедь с той среды, которая была им наиболее близка. И, конечно же, большинство посетителей синагоги это были правоверные иудеи. И если бы апостол Павел приверл с собой в синагогу своего ученика Тимофея, и о нем бы узнали, что он не обрезан, это могло создать определенные сложности в проповеди. Это бы показывало, прежде всего, в глазах еще пока не уверующих иудеев, что апостол Павел не почитает дорогие для них установления. Но мы понимаем, что проповедь в той или иной, скажем так, социокультурной среде, если человек не уважает тельные традиции этой среды, часто невозможна. Поэтому апостол Павел ради миссионерских целей, даже как будто бы действуя вопреки постановления апостольского собора, совершает этот обряд обрезания над Тимофеем, чтобы, как замечательно говорит святой Анзотауст, обрезывая Тимофея, апостол Павел это делает, чтобы с большей легкостью проповедовать отмену обрезания. Мы видим, что апостол Павел чужд тех или иных схем определенного рода в дурном смысле догматизма. Он делает так, как полезно для спасения тех людей, к которым он обращается. Он не желает вот из-за таких незначительных вопросов, для христиан незначительных вопросов, создавать препятствия для прихода в церковь иудеев. Поэтому он идет на такие уступки. Не потому что верил в силу обрезания, а потому что хотел обратить этих людей ко Христу и снисходил к их немощам, снисходил, ну, скажем так, к некоторым особенностям их восприятия религиозной действительности. Поэтому апостол Павел на самом деле действует в духе этого собора, может быть, не всегда следуя букве. В 16 главе, в стихах 4-5, очень кратко сформулирована цель этого второго миссионерского путешествия. «Проходя же по городам, они, то есть апостолы Павел и Сила или Силуан, придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». Оказывается, целью второго путешествия было именно то, чтобы донести определение апостольского собора до христианских общин Антиохии и Малой Азии. В 16 главе, в стихах с 6 по 10, описывается путь апостола Павла через Малайзийский полуостров. Он здесь представлен достаточно схематично, но мы должны понимать, что хотя и не все города, которые посетил апостол Павел, здесь упоминаются, но логически представляется естественным, что он посетил именно те города, в которых он основал христианские общины во время своего первого миссионерского путешествия. И вот апостол Павел доходит до западного берега Малайзийского полуострова в город Традо. По пути к этому городу мы видим, что этой проповедью апостол Павла руководит непосредственно сам Дух Святой, причем активным образом. Дух Святой не пустил проповедовать апостолов слово в Осии. То есть мы видим, что Дух Святой, подобно как Христос в Евангелии, куда-то направлял своих учеников, а, допустим, куда-то не разрешал им ходить с проповедью, точно так мы видим, что здесь в книге Деяний Дух Святой руководит апостольской проповедью. И это очень важный момент. Вот подобного рода эпизоды, они подчеркивают особое восприятие Духа Святого, что Дух Святой – это не некая безликая служебная сила, которой руководствуется Бог Отец, а одна из ипостасей или личностей Святой Троицы. Так вот, они приходят в город Траада, и в Трааде святому апостолу Павлу бывает видение. Предстал некий муж, македонянин, это было ночью в видении, и просил апостола Павла, и говорил, приди в Македонию и помоги нам. Вот через такое интересное видение апостол Павел был вразумлен Богом, что нужно отправиться с проповедью в Европу, в Македонию. И что это был за человек? Или это был ангел, который для большей понятности принял вид жителя Македонии? Что это было? Внешний вид или одежда? Нам сейчас трудно это реконструировать, но, по крайней мере, это было понятно апостолу Павлу. Мы видим в Священном Писании, что ангелы Божие во время явления принимают тот или иной вид, потому что, согласно учению в православной церкви, ангелы, имея духовную природу, вида не имеют, но принимают тот или иной образ в зависимости от той или иной ситуации. Например, как мы помним, Иисусу Новину, ангел, архангел Гавриил явился в виде воина, а сейчас апостол Павлу, ангел Божий является в виде жителя того народа, которому апостолу Павлу предстоит проповедовать. Путь из Траады в город Македонский, город Филиппы, описан в 16 главе с 11 по 15 стихи. Апостол Павел из города Траады, который находится на западном побережье Малайзийского полуострова, отправляется на остров Самофракия, а через остров Самофракия в город Неаполь, который находится на восточном побережье Балканского полуострова. И из этого города Неаполь, который является городом портовым, он отправляется в город Филиппы. И вот в этом городе происходит несколько очень интересных и показательных эпизодов, которые доносят до нас вот те или иные факты проповеди апостола Павла в этом городе. Первый случай – это обращение некой Лидии, которая жила в городе Филиппы и торговала там тканями, багреницей. Хотя сама Лидия была родом из города Фиатиры. Город Фиатиры, он находится на Малайзийском полуострове. Это один из городов, который будет упоминаться в апокалипсисе Иоанна Богослова. Так вот, упоминается о том, что эта женщина Лидия приняла крещение со всем своим домом. И это уже второй случай из описанной в книге Деяний, второй случай принятия христианской веры всем домом. Первый, как мы помним, это в 10 главе случай с Корнилием, а сейчас это Лидия. Крещение всем домом подразумевало крещение не только главы семьи, не только всех родственников и детей, но в том числе и рабов, которые прислуживали своим господам. Вот что означает формулировка о крещении всем домом. После этого апостолы Павел и Силуан остаются в городе Филипп и живут в доме этой Лидии. Следующий эпизод, описанный в стихах с 16 по 18, это исцеление бесноватой служанки. Да, в этом городе была некая рабыня, которая была одержима нечистым духом. Более того, что этот дух сообщал этой женщине дар предсказаний. Как мы знаем из контекста книги «Деяний», эти предсказания, они доставляли немалый денежный доход хозяевам этой служанки. Так вот, эта женщина, идя вслед за апостолами, говорила следующие слова. «Эти человеки», то есть апостолы Павел и Силуан, «рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Но реакция, которую мы видим со стороны апостола Павла, она здесь неожиданная. Он вознегодовал, хотя, в общем-то, в словах этой женщины не было неправды, потому что апостолы действительно, слуги Бога Всевышнего, они действительно возвещают не что иное, как путь спасения. Все ее слова, которые, конечно, в общем-то, производил через нее вот этот, скажем так, нечистый дух прорицания, эти слова были правдой. Но апостол Павел воздегодовал на такую правду и сказал именем Иисуса Христа «Повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел из нее в тот же час. Конечно, этот постук апостола Павла, который может показаться неожиданным, на самом деле находится в определенном евангельском русле. Ведь мы помним, что в Евангелии Иисус Христос запрещал бесам проповедовать о себе, хотя они говорили тоже об Иисусе правду, называли его святым Божиим. И апостол Павел здесь действует абсолютно в духе Христа. Почему? Потому что, согласно традиции священного писания, которая потом перешла в традицию христианской православной аскетики, свидетельство от нечистого духа не принимается, даже если это правда. Общение с нечистыми духами, созерцание демонического мира, оно никогда не приносит человеку пользы. Согласно учению святых отцов, душа человека, она заражается тем, что в данный момент созерцает. И даже если она, вроде как, с благими намерениями и беспристрастно созерцает мир, падший, демонический, рано или поздно она может проникнуться духом этого мира. Поэтому в этих словах демона, конечно же, содержался определенный и невидимый духовный яд. И поэтому и в христианском богословии нет традиции изучения, допустим, мира инфернарного, мира демонического. Мы отрекаемся от дьявола перед совершением таинства крещения. И потом уже ничего общего с ним не имеем. В стихах с 19 по 24 описывается арест апостолов. Какова же была причина этого ареста? Хозяева этой служанки лишились своего дохода. И поэтому они пошли к городским начальникам и оклеветали апостолов. И, конечно, их клевета сводилась к политическим обвинениям. А именно, эти люди, говорили они, будучи иудеями, возмущают наш город. То есть, обвинения в беспорядках и бунте. Проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. То есть, это обвинения, скорее всего, против государственной религии. То есть, апостолы в данном случае нарушали закон римского государства, склоняя римен к отходу от их языческой религии, которая одновременно и была религией государственной. Согласно римскому закону того времени, это было уголовное преступление. Народ восстал против апостолов, в конце концов апостолов забили в колоду и поместили в тюрьму. Тем не менее, в последующих стихах с 25 по 34 мы видим ряд чудесных моментов, которые происходят с апостолами во время этого заключения. Во-первых, апостолы в тюрьме всю ночь молятся. Мы помним, как в 4 главе книги Деяний по молитве христиан поколебалось место, на котором они молились, то есть, произошло такое небольшое землетрясение, как видимый ответ на молитву христиан. То же самое происходит и здесь в городе Филиппе. Происходит землетрясение, в результате которого двери тюрьмы открываются, да и оковы спадают с рук апостолов. Вот интересная здесь реакция начальника этой тюрьмы. Он, видя, что двери открытый, наверное, испугавший, что заключенные сбежали, чтобы избежать позора, он достает меч и желает заколоть себя, то есть, совершить самоубийство, но Павел и Севелуан останавливают его. Более того, они проповедуют ему Христа, этот темничный страж омывает раны апостолов, и следствием этого является то, что темничный страж, начальник тюрьмы принимает крещение сам и вместе со всем своим домом. Вот это уже третий случай из записанных книги Деяний принятия христианства всей семьей. Наутро, а эти события описаны уже в стихах с 35 по 40, описано освобождение апостолов. Без объяснения каких-либо причин городские начальники приходят в тюрьму для того, чтобы отпустить апостолов. В западной редакции книги Деяний в кодексе Безе в этом месте есть существенное дополнение, а именно намекается на то, что подобное желание освободить апостолов появилось у городских начальников вследствие произошедшего излеметрясения. То есть, каким-то образом они, в общем-то, восприняли это как знак того, что они несправедливо, как они сами прекрасно это понимали, пытались осудить этих людей. Но апостол Павел не торопится выходить из тюрьмы. Он не хочет, чтобы их отпустили тайны. И говорит, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайны выпускают и потом просят, чтобы они были выведены из тюрьмы официально и при всем народе. Конечно, апостол Павел заботится не о себе, не о своей репутации, а репутации апостольской проповеди. Чтоб никто потом не смог сказать, что эти люди нарушили закон, а потом, а потом, непонятно почему, но мы с вами можем догадываться, почему, были тайным образом отпущены. Апостол Павел здесь в том числе вынужден думать и в целом о том, как деятельность апостолов воспринимается другими людьми. Как потом будет писать апостол Павел, что свидетельство от внешних людей о человеке, то есть свидетельство о христиане со стороны нехристиан имеет тоже очень важное значение. И итог какой? что городские начальники придя извинились перед ними и выведя просили удалиться из города. Они же выйдя из темницы пришли к Лидии и увидев братьев поучали их и отправились. И в следующей 17 главе будет сказано о том, как апостол Павел и Силуан посещают прочие города Балканского полуострова. Продолжение следует...